Приветствую вас! Давайте я, наверное, сначала немножечко поговорю про мужчину, про него, а потом скажу про вас. Ну, потому что отношения всегда строят так или иначе два человека, и то, что при прогу имеет место быть, за это ответственны вы оба, а не только он один. И как и у вас, так и у него есть вклад в то, что, собственно говоря, произошло. Мужчина, нам здесь первое, что нужно понять, да, то, что мужчина, он, скорее всего, вами пользуется. Мужчина, скорее всего, и не хочет каких-то серьезных отношений, потому что ему, в общем-то, удобно так, как, ну, ему удобно так, как есть сейчас. Вот. То есть, его, в общем-то, все устраивает. И мужчина, скорее всего, боится. Боится близости, боится сближаться с вами, ну, и с любой женщиной, я думаю, тоже. Ибо, как вы, как вы сказали, он достаточно свободолюбивый мужчина. Вот. А свободолюбивые-любивые мужчины, это мужчины, которые воспринимают отношения достаточно близкие, как что-то для себя негативное, как что-то для себя такое страшно, может быть, ну, чем-то, чем-то страшно, вот, чем-то неприятно, вот, и так далее. То есть, надо здесь понять вот эту простую вещь, что мужчина, он на самом деле действительно боится, действительно боится, он действительно боится отношений с вами, потому что, по его мнению, значит, для него это влечет не свободу. И ограничения, к которым, может быть, он не готов, может быть, которых он боится, вот. И все это, конечно, следствие определенных проблем и конфликтов внутри него самого, внутри мужчины, внутри его личности, вот. А использовать вас, использовать вас для реализации своих целей, для реализации своих потребностей, да, это вполне можно, вот, в этом никаких сложностей нет. То есть, мужчина, я уверен, искренне верит в то, что вас такие отношения устраивают, вот, что вам нравится, как они протекают, как они выглядят, вот. Ну, иногда понятно, что вы, там, что-то требуете от него, но он, скорее всего, не воспринимает это всерьез, скорее всего, он просто-напросто не считает, что об этом вообще можно говорить, да. То есть, это не считает, что это нужно обсуждать, вот. Ну, на мой взгляд, так это выглядит, по крайней мере. Значит, что касается вас, что касается вашей, значит, позиции здесь, то мне представляется история следующее. Что вы недостаточно себя цените, вы недостаточно себя уважаете для того, чтобы выстраивать отношения с мужчиной так, как вам того хочется. Вполне возможно, что вы боитесь, что он от вас уйдет, вполне возможно, что вы боитесь, что он вас бросит, вот. Вы боитесь остаться одна, боитесь одиночества, вот. Хотя, конечно, это и не точно, но, тем не менее, вполне такое может быть. И из-за этого вы как бы привязаны к нему, к мужчине, вы привязаны к его воле, вы привязаны к его поведению, то есть, грубо говоря, не свободны. Вы стали заложником своих желаний, да, потому что вы выбрали себе мужчину определенного, ну, определенного мужчину выбрали себе. Вот, но, значит, надеялись на то, что он поменяется, надеялись на то, что он изменится, надеялись на то, что он станет другим. Вот, а он не стал другим, вот, и вы теперь испытываете разочарование. Как я думаю, вот, от того, что он не стал таким, каким вы хотели бы, да. Вот, а вы надеялись, и, соответственно, теперь вы уже испытываете фрустрацию, то есть, неудовлетворенность до того, что ситуация так складывается не очень хорошо, да, и не в вашу пользу. Значит, смотрите, мужчина, он и не будет ничего делать, то есть, у мужчины нет на самом деле какой-либо мотивации серьезной, для того, чтобы менять что-либо в своем поведении, потому что он видит, он знает, он чувствует, что вы его принимаете таким, какой он есть, вы его не отвергаете, но вот, вы, как бы, значит, согласились на такую модель отношений, вот, какая, ну, какая есть у вас сейчас, вот. И, по сути, по сути, дали ему то, что он хочет, вот. Поэтому сам по себе мужчины менять не будет, не будет ничего, вот. Это первое. То есть, если вы хотите, чтобы он что-то менял, то нужно, соответственно, ну, нужно что-то предпринять. Для этого, то есть, нужно отдалиться, например, от него, нужно показать ему, что вы недовольны тем, что происходит. нужно показать ему, что вам не нравится, то есть, откровенно заявить о своих желаниях, да, и если мужчина настроен к вам позитивно, да, то он, соответственно, как-то отреагирует на, ну, на ваши желания, да, и уже, соответственно, что-то будет делать. Либо, если он не очень заинтересован в вас, то он делать не будет вообще ничего, и, соответственно, просто даст, как-бы, задний ход, вот. Что, в принципе, тоже довольно часто происходит в отношениях, вот. Но вам нужно заявить о себе, о том, что вы хотите. Дальше. Вы пишите, встречается со свободолюбивым мужчинам уже очень много лет, около 7-8 лет. То есть, вы даже точно уже не помните, сколько вы встречаетесь, да. Вот. Ну, соответственно, что здесь нужно, да, здесь нужно подумать, почему так долго вы встречаетесь. Просто, почему так долго. То есть, вы, получается, как, вы позволяете себе встречаться с ним без обязательств, то есть, без создания семьи, да, без каких-то гарантий и так далее. Вот. Либо вы боитесь замужества, это бессознательный страх перед замужеством, который нужно идентифицировать и, соответственно, избавиться от него. Либо вы просто себя недооцениваете, вот, и считаете, что на большее вы недостойны. Вот. Ну, что, в принципе, тоже довольно негативно может отражаться на отношениях с мужчиной. Потому что, ну, все-таки, мужчина чувствует, какой посыл вы даете. Вот. И если он действительно чувствует, что вы себя недооцениваете, то тем более делать ничего не будет. Это тоже нужно учитывать. Вот. То есть, здесь важен именно выбор. Вот именно ваш выбор. Чем он, этот выбор, продиктован? Как? Так, вышло, что вы уже очень долго, да, вот, встречаетесь с мужчиной, который, в общем-то, вам ничего не обещает. То есть, насколько вы здесь, собственно говоря, думаете о себе, насколько вы здесь защищаете свои интересы. И чем обусловлен, еще раз повторю, ваш выбор. У нас с ним прекрасная сексуальная совместимость, он об этом не раз говорил, но при этом, при наших нечастох третий раз в неделю, он быстро убегает и мало проводит времени со мной. Ну, здесь, конечно, нужны некоторые пояснения, да. Вы говорите, что у вас прекрасная сексуальная совместимость. Да? Прекрасная сексуальная совместимость означает, что вам хорошо вместе в сексе, например, вам хорошо вместе. Но не более, не более того, то есть, секс вам хорошо вместе, а больше, больше вам, в принципе, больше вас ничего не связывает на самом деле. Как вот, ну, как я понял, вот, и в таком случае вы действительно находите странным, что мужчина проводит с вами мало времени. Вы действительно считаете, что это странно, с учетом того, что мужчина сам признает, что у вас с ним хорошая сексуальная совместимость. Но, помимо этого, да, помимо сексуальной совместимости, что есть еще у вас? Что есть объединяет помимо этого, помимо сексуальной совместимости? Понимаете? Ведь если ничего, кроме секса, например, вас больше не объединяет, то вот вам и причина, по которой мужчина ведет себя именно так. Ему нужен от вас только секс, и он его прекрасно получает. И все. Больше мужчине ничего не нужно на самом деле. Понимаете? В какой момент? А убегать здесь он может потому, что боится или опасается, что, например, после, допустим, секса вы пожелаете, ну, например, допустим, поговорить с ним о чем-то, да? Что-то обсудить с ним. Планы на будущее, он вернетесь что-то требовать от него, а мышине этого не хочется, мышине это не нужно, ему это не интересно. Все. Поэтому он и убегает, ну, то есть, поэтому он, скажем так, может убегать, я бы так сказал. Вот. Понимаете? В какой момент? А, то есть, то есть, вот здесь очень, очень важно, на мой взгляд, да, очень важно, что вас с ним еще объединяет. Потому что, если не объединяет ничего больше, то его поведение вполне себе нормальное, его поведение вполне себе адекватное. Адекватно тем целям, которые, собственно говоря, ставились вами изначально. И, судя по всему, да, судя по всему, оставились с вами изначально обоими. То есть, это были ваши, по сути, обоюдные цели, которые вы ставили себе. Ну, вот, значит, ну, вступая в отношения, вот, поэтому я думаю, что здесь его поведение, оно адекватное. Просто зачем, зачем с вами проводить время, ну, ну, больше. А, для чего это нужно? Вот. Другой вопрос, что вы этого хотите, понимаете? Вот. И вопрос заключается в том, что нужно вам в этой ситуации. Вопрос заключается в том, чего вы хотите. Дальше. Так. С работы у него полно времени свободного, но Газрад не говорит, пора куда-то убегать. Умом понимает, что всё плохо. Но, правда, где расставаться он не хочет. Так. Здесь, конечно, тоже возникает несколько интересных моментов. Первый момент. Вы говорите, что на работе у него полно времени. Какое это отношение имеет к вам? То есть, что у него на работе полно времени. То есть, как это связано с вами? У него, кроме вас, наверное, есть что-то ещё. То есть, здесь вы, как бы, решаете за него. Ну, или пытаетесь, пытаетесь решить за него. Пытаетесь решить за него, как он должен проводить время. Это далеко не самый лучший, лучший путь к тому, чтобы, ну, чтобы человека расположить к себе. Да? Это первое. Второе. Вы пишите, что умом понимает, что всё плохо. Что именно плохо? То есть, у вас такие отношения, они были. Они так протекают. Они, судя по тому, что вы пишете, значит, устраивают всех. То есть, то есть, они устраивают, ага. Они устраивают мужчину полностью, полностью. Они устраивают и вас, ну, устраивали вас до какого-то момента. А теперь вы говорите, что, что плохо. То есть, тут надо возникать вопрос. Да? А что именно? Плохо. Значит, вы пишите, что умом понимаю, умом, умом понимаю, что всё плохо. То почему тогда расставаться не хочет мужчина? То есть, вы говорите, он не хочет. А при чём здесь он? При чём здесь он? Ведь кроме него есть ещё и вы. Как вам кажется? Есть кроме него ещё вы? Мне кажется, есть. И мне кажется, что вы сами вправе решать, будет он с вами или нет. А то так получается, что вы как будто бы не решаете вообще ничего. И поэтому взгляд на ситуацию здесь с этой точки зрения можно определить как то, что вы жертва. И вы находитесь в треугольнике Карпмана в жертвенной позиции. Когда вы не желаете брать на себя ответственность за свою личную жизнь. По ряду причин. По каким именно причинам, это уже вопрос. Это отдельный вопрос. То есть, тут нужно выяснять, по каким именно причинам вы не хотите брать на себя личную ответственность. За отношения свои. Вот. Но то, что вы жертва здесь, и то, что вы, значит, недооцениваете себя, то, что вы принижаете себя, это факт. И вам бы сперва нужно поработать со своей женацией. Это первое. Потом, возможно, с личными страхами перед замужеством, перед одиночеством. Если, если есть, значит, дальше. И учиться брать личную ответственность. То есть, отношения с людьми, да, отношения с людьми, они строятся, ну, они строятся не так. Не в таком ключе они строятся. Что один человек решает всё. Так отношения не построят. Адекватных, по крайней мере. Вот. Отношения строят оба человека. Это важно понимать. Вот. И вы отвечаете за эти отношения. Я тоже. Вот я вижу, что мужчина, он себя как-то проявляет. Да, то есть, он там, может быть, не проявляет себя так, как хотите вы, но проявляет себя в целом. А вы себя в отношениях не проявляете. Потому что вашей активности я не вижу. Абсолютно. Не вижу вашей активности. Не вижу, что вы, эм, что-то, что-то, ну, что вы как-то защищаете свои интересы. Да, я не вижу этого. И, мне кажется, что это, вот, принципиал здесь. То есть, мне кажется, что этот момент, он принципиален. В принципе. Потому что он, по факту, напрямую связан с тем, значит, какой у вас будет, ну, какое вас ждет будущее. Вот. То есть, что у вас в будущем будет, эм, ну, с мужчиной. Да. Вот. Вот. И, вот, собственно, от того, хотите ли вы, э, что-либо, в своей жизни менять, да. Хотите ли вы, как-то свою жизнь менять, и зависит, э, дальнейший успех. Вот. Ну, я не уверен, что вы, что вы готовы, э, что-либо менять, потому что, э, свой вопрос, э, вы задаете, э, ну, достаточно, неопределенно. То есть, свой вопрос вы задаете, э, так, что вы можете любой ответ интерпретировать, э, под свои какие-то желания, под свои какие-то, например, страхи, может быть, даже. Понимаете? Вот. Потому что вы просто говорите, каков ваш взгляд на эту ситуацию? И вы можете с этим взглядом либо согласиться, да, э, соответственно, либо, э, отказаться от него. Но, проблемы, по факту, это не решит, ну, ваши проблемы. Проблемы, э, того, как вы выстраиваете отношения. С, э, мужчинами. Замотивируйте, подумайте, как можно замотивировать человека на то, чтобы он проводил с вами больше времени. Но, еще раз повторю, корень, корень кроется именно в вас. В том, что вы, э, деструктивно, э, выстраиваете отношения с мужчиной. Вы не уверены в себе, боитесь близости, позволяете мужчине себя с вами так вести. В причинах этого нужно разбираться. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Смотрите. Продолжение следует...